Всем привет! Стилл Дивизия 2, Лига, сезон 5, Дивизион 1, группа А. Играют Грей Фокс против Гонза. Смотрим на то, что наши товарищи собирали. Грей Фокс. Доход Авангард. Французы. Легкая кавалерийская дивизия. Для того, чтобы топтать всех быстро и жестоко. Как вы знаете, сейчас хорошо играют все танковые дивизии. Кавалерийские всегда хорошо играли. Я не помню, честно говоря, случаев, когда они играли плохо. Так, разбираем. Раз, два, три. Три пехоты на А. Единственное, что вызывает удивление, это довольно малое все-таки количество. У нас здесь 4, здесь 5 и здесь только 9. То есть, стандартные для стадии А3 карты пехоты здесь у нас даже меньше получается. Потому что элитные ноевы 4 на карту и саперы 5. Итого 9 пехоты плюс 9. Это все-таки недостаточно для Авангарда. Вот, при этом на АБ у нас есть еще пехота, да, и саперы есть. Вот эту карточку вполне можно было перекинуть на А. и тем самым уменьшить нехватку пехоты. Но будем посмотреть, да. Грейфоксу виднее. Я, честно говоря, французов давно не катал и не готов говорить про их качество. Тут у нас М-8 в разведке. Мне кажется, что две карточки М-8 это перебор, да. То есть, М-8 очень хорошая машина. Особенно если ты ее используешь для развертывания. Две штуки по 40, это 80. Довольно дорого, да. То есть, тебе надо гаишников всю пачку срасходовать, чтобы вызвать две машинки. А гаишники-то, если ты их 9 штук вызовешь и во все места приедешь, кого-нибудь да убьют, что не факт про М-8. Поэтому если вы 4 М-8 со старта вызовете, да, может быть очень даже неплохо. Каждый из М-8, да, высокая точность, хорошая скорость может убить по 1-2 отряда. А может просто нарваться на пушку и отлететь. Поэтому очень рискованно их в таком количестве вызывать. Здесь у нас разведка и вот этот танчик тоже мне не очень понятно. Наверное, просто чтобы был. Это посмотрели. Раз, два, три. Три элитных карточки шермаков, как мы видим, да. Командир на Б, элитный шермак, элитный 76, да, и еще один шермак с... Что там с ним не так? Нет, это обычный шермак, да? Обычный шермак, все правильно. Вот, невзятые. Вот эта карточка, понятно почему. Непонятно, почему не взяты вот эти штуки. То есть, здесь у нас получается дешевле. Одна карточка, большая доступность, да, то есть, вот, 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 хороший юнит. Большая доступность на карту, при этом низкая цена. Все-таки четверть цены. Это довольно много, и это важно. Но вот, как видите, мы не берем легкую кавалерию здесь, а берем ее вот тут. Вот здесь, конечно, карточки будут подешевле в плане эффективности, да, но все равно очень странно. И цена там меньше. Давайте вот посмотрим вот так. Раз, раз, выкинули. Три поинта, да, сюда не хватает немножечко. Ну, можно было что-нибудь еще по-выкидывать, например, огнеметчиков или взять вместо огнеметчиков пулеметов, потому что пехоты на Амало. Или вот эту штуку не взять, или вот эту не взять. То есть, тут можно было как-то попробовать запихнуть, например, вместо этих двух карточек вот одну такую. Вот так вот. Это было бы почти то же самое, только еще и дешевле. Так. Четыре вызываешь, одна бесплатно получается, да? Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас здесь пушечка, пушечка, 6 пушек на А, то есть мы собираемся пробить и встать в деф, здесь у нас ТДшка, ТДшка это скорее всего для наступления, то есть мы будем брать шермаки, сверху закидывать ТДшки и такими лобами пробивать противника. Заметьте, что на Б практически воевать нечем, пушек нет, ТДшек нет, есть пачка шермаков для пробивания на кого-то сильного и есть пушечка, если мы захотим ее немножко поработать. Хотя так, только стандартные шермаки, перестрелки на километр с непредсказуемыми результатами. ПВО, я смотреть не буду, здесь все в порядке, да, здесь тот же. Ситуация странная, мне вот этот вот драндулет нравится, в плане того, что это все равно должен выстраивать оборону ПВО, а это вот штука, которая, во-первых, стоит недорого, вот, во-вторых, она после этого может разведкой работать, если ты выстроил систему ПВО, в которую противник боится залететь, да, то есть у тебя есть ПВО-шка внизу, например, Баффорс на эту роль очень даже хорошо подходит, есть истребитель, который нарушителя собьет, да, Петфайр тоже для этого неплохо подходит, все-таки скорость 610, вполне себе даже ничего, не фонтан, но ничего, вот этот тоже, вот, смотрите, какая хорошая штука, ох, 640, но зато он, конечно, не такой, но все равно быстрый, в общем, если ты создаешь себе бусонтик, то в нем можно и работать и такой штукой, дальше нету самоходного миномета, есть обычный миномет, что мне кажется ошибка, и бесполезные ортокорректировщики, ну, командиры, да, командиров, раз, два, здесь у нас довольно неплохие бомберы, как я помню, да, у них какие-нибудь еще есть, нет, да, это вот самые хорошие бомберы, они живучие, довольно быстро летают, кидают сверху, то есть это такой метовая сборка этой дивизии, мне не нравится, так, зеландцы, 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 как я посмотрю, собраны в пехоте погуще, все-таки гонзо считает, что у нас пехотная мета, почему-то, так, раз, два, три, также три пачки шермаков на А, шермаки на Б, на С, карточка троечку, которая стоит, не взята, мне кажется, ошибка, здесь можно ее и занимать, в случае чего. Далее в разведке, просто разведка, просто стакхаунд, стакхаунд хороший, нормальный, обычный, да, то есть, как М-8, тоже, с такими же целями, все то же самое, две штуки, вполне себе достаточно на развертывание. Диггеры, оплиты, оплиты, тигеры, оплиты, оплиты, да, хорошая пехота, очень эффективная, то есть, ну, достаточно эффективная, все-таки, 12 человек, 25, все вроде тут в порядке, только я послушал людей, которые играли на этой дивизии больше, чем я, и согласен, что диггер и пиат, это очень даже неплохо, то есть, ты получаешь пятку, ты получаешь два брена и получаешь 8 ружей, да, да, это не так хорошо, как вот эти вот 12, 12 человечковые, но два грязгана поменять на пиат, это неплохо, да, ты потеряешь минус два человечка, да, это же лучше, что ее уменьшится, но все равно, чем-нибудь пострелять в противника, лучше, чем не постреливать. Маоры тоже сомнительная пехота, на мой взгляд, ну, такая, розоваться панзер-гранадеры. Винтовок мало, несмотря на то, что они самозарядные, да, или это даже не самозарядные, это же обычный болт. Это обычный, ух ты, ну, в общем, плохая пехота, мне не нравится. Сборка, опять же, скажу, что я бы диггеров взял с пятым часом, посмотрев на все это. Так, раз, два, три, четыре, четыре карточки пехоты плюс командир, то есть, три плюс один, нормально, да, пехоты тоже не очень много, потому что она вся с лычками. Это говорит о том, что пехоты мало, 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 очень, очень, так, очень, очень впритык. Дальше у нас здесь две карточки, что, мне кажется, это ошибка, это, потому что они одинаковые. Да, они одинаковые и с лычками пехоты на Б слишком много, не вижу вообще смысла, одну можно просто удалить. И на С тут у нас без лычек, так, чтобы было прям на все полтора часа пехоты хватило. Ну, не могу, это самое, не согласиться, это, в принципе, очень даже разумно, да, я бы все-таки вот так вот, раз, раз, сделал, вот так вот на Б бы взял, и было бы то же самое, плюс три очка бы взял вот так вот. Отлично, да? Даже лучше стало. Хорошо. Ну, или давайте представим, что мы извращенцы, и вот так. Полтора часовой бой, давай, 30 шерманов, вперед, давай, давай, подходи, еще дам. Я могу их терять сколько хочу, просто сколько хочу в этом случае. Так, немножко покритиковали Гонзо, дальше будем критиковать это, ну, просто не расточительство какое-то, это бардак вообще, это безобразие. Великий пулемет взят в максимальной лычкованности, не верит он Гонзо в пехотную мету, видите? Если смотреть по карточкам, то верит, а вот пулемет не верит. Я бы еще пулеметов накинул, вот этих штук бы поиспользовал тоже, они неплохие, 25 всего стоят, очень даже кавалерия, слот доступный, можно брать. Не очень уверен, что нужен вот этот шерман в современности, то есть он как бы как обычный шерман, только без АП, стоит столько же, ну, не знаю. Да, брони побольше, но пушечки сейчас, как бы, ты же его не на пушку тащишь, да? Ты его тащишь, настреливать по пехоте в задних рядах, то есть для этого вот так, а он подойдет. То же самое, АПшек нет по пехоте, какая разница, чем стрелять. Быстро катаешься, переезжаешь, поддерживаешь свою пехоту. Смысла на мой взгляд больше. Так, что тут дальше? Пулемет Твикерс, ну, тут понятно, да, я бы эту выбрал, эту взял, пулемет бы взял еще побольше. Пушечки, все примерно то же самое, что у Грейфокса, единственное, что вот это взято на Б, да, а так все то же самое и без лычек. Ну, так, типа того. Типа такого же, да, как и у Грейфокса. Пушек все равно много. Тут все по-другому, вряд ли взять можно. В общем, дека довольно собрана хорошо, но мы по-разному с Гонзо видим, как в современной мете надо играть. И всегда вообще видели. Не помню, когда мы бы с Гонзо сходились в чем-то. Истребитель у нас один, это у нас Файтер Бомбер на А, это у нас Высотник полетать, побомбить, и Файтер Бомбер на Б. Зачем ему Файтер Бомбер на Б с низкой живучестью, не очень понимаю. Тут уже нужно либо в Сотник, либо преимущество закреплять. Реплей, ой, 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 я реплей кто-то скачал, а на место поставить забыл, извините, сейчас я... Вот так вот. Вернись. О! Итак, смотрим игру. Будет интересно посмотреть, смог ли Грей Фокс. Но, судя по тому, как собраны деки, Грей Фокс собирается давить первые 20 минут. У него классический вангуард, просто классический, да. Играющий от удара. Он явно не понимает современную мету, как мне кажется. Он будет так до конца переть вперед. Вот. Его дивизия более легкая, на мой взгляд. Ну, как сказать, что прям более легкая, да. Прям максимально более легкая. Но чуть-чуть легче. Технологическое преимущество, на мой взгляд, у этого самого Гонзо. В первую очередь за счет пехоты более эффективный. Вот. Все остальное у них там более-менее равненькое. Танков больше у французов, да. И пачка Шерманов, которая на Б. У Грей Фокса это все-таки довольно хорошее преимущество. Можно будет навтыкать. Вот. Как применишь в данном случае? Теперь что по минусам? По минусам в том, что Грей Фокс играет непометим. Гонзо будет принимать, аккуратно принимать Грей Фокса. И расстреливать, да. То есть, как сейчас играют два авангарда, они играют неспешно. Доходы одинаковые. И получить преимущество можно только очень агрессивными, рискованными методами. Методами, да. Рискованные методы, когда у вас одинаковые доходы, это не всегда хорошо. Можно нарваться и потерять. Высокая летальность говорит о том, что одна пушечка может стоить вам играть. Вспомните мою игру на этой карте против Пикси. Когда я кучу шарманов потерял буквально на где-то вот здесь вот стоявшей 6 фунтовке, да, помните, или где-то здесь она стояла. В общем, настреляло мне прям много. Далее, если игра будет затягиваться, опять же, будет получать преимущество Гонзо. У него дека собрана ширше. Он готов к войне на истощение. Грей Фокс имеет шансы победить первые, я думаю, все-таки 15 минут. 15, да, если он не проломит насквозь, просто насквозь Гонзо, то в войне на истощение он проиграет. То есть, для Грей Фокса важно создать сейчас блок, этот, ну, как бы, снежный ком, то есть, чтобы Гонзо начал валиться. В этом случае он имеет шансы хорошие на успех. А если не создаст вот этот эффект снежного кома, то дальше ловить нечего. Я не знаю, зачем так играет Грей Фокс. Это мне кажется странным. Пробивать сейчас лучше всего, наверное, на Маверике, хотя и тут тоже не уверен. Грей Фокс, Гонзо. Развертывание. У нас есть миномет с развертыванием, и едет разведочка. Здесь у нас блеф, да, буквально пару огнеметчиков и саперы. Здесь у нас тоже две пушечки. Это не блеф, это вполне себе состоятельная оборона. Здесь у нас едет еще одна М-8, да, будет встречать колонну. И здесь она тоже встречает колонну. Да, позиция хорошая. Ну, а сейчас противник редко, когда отсюда заезжает в город, это уже неинтересно. Вот она вся пехота, как она едет, да. 2 МГ, встала пушка, конец. Она все обречена. Вот так вот, на развертывание, просто пулеметом нету. А чего вы хотите? У Гонзо здесь не сказать, что блеф, да, то есть он прям готов к обороне. Здесь тоже дистанция низкая, и эти пулеметы здесь распиливаются все, что угодно. Небронированная пушечка. Видите, везде оборона, а Грейфокс нигде и не ударил. Удара нет. Грейфокс не ударил нигде. Вы посмотрите, он абсолютно, да, вот здесь вот есть какая-то подвижная группа, которая может куда-то двигаться, но у ней нет пехоты. То есть вот сюда пехота и идет без этой ударной группы. Здесь она пойдет тоже без. Куда пойдет эта подвижная группа, непонятно. Здесь у нас М8 просто пошла убиваться. Да. Чего и следовало ожидать. Далее здесь у нас абсолютно пустой фланг, да, здесь вот есть танчик. Два танчика, но у противника здесь тоже два танчика. Здесь еще шестифунтовка. То есть, несмотря на то, что Гонзалес разворачивается более аккуратно, да, вот Грейфокс, Грейфокс, он переигрывает просто на одном развертывании. Здесь вот это вот все стоит мертвым грузом, да, а здесь, имея минимальное превосходство, Гонзалес еще и игру навязывает противнику. Ну вот, пошел вперед без разведки, без пехоты, получил от пушки, отлетел, давай, до свидания. Ну а что вы хотели, товарищ Грейфокс? Где пехота? Где воспитательный фактор? Где вера в светлую даль? Вот тут вот танки действуют, в принципе, не уходят вперед пехоты, да, вот этот, правда, немножко рискует, но, опять же, здесь есть пулемет, здесь есть пехота, и для этого танка опасная пушка вот тут отсюда, и то тут найти момент, чтобы она постреляла, да. захвачена без каких-то сопротивлений со стороны Грейфокса, просто по развертыванию, вот так вот. М-8, давай, М-8, М-8, М-8. А зачем приехал М-8? Кто мне может сказать, какой целью приехал М-8 сейчас? Я не вижу. Атаковать и чистить город явно не хватает сил, тут два огнеметчика и все. Перестреливаться в защите против фражеских шерманов, ну, не смешите меня. А зачем приехала М-8? Я не понимаю. С какой целью? Ох ты, пробил, смотрите. Пробил, пробил. До свидания. Минус 40 очков. Грейфокс. Раз танчик, да, раз танчик где-то здесь горит. Два, три, ну, что, нормально, 150 очков уже горит здесь, да? 140. Бой еще не начался. Вы оба стоите в обороне. А, вот здесь сгорела, да, похоже, пушечка. М-8 здесь тоже сгорел. Вот еще 200 очков, здесь еще 50, 250 очков. Ну, то есть, давай, до свидания, Грейфокс. Такое ощущение, что Грейфокс вообще не в курсе современной меты, не умеет атаковать, не понимает, что делать. Просто никак. Ну, это игра человека, который собирается выпасть, по-моему, во вторую лигу. Бах, повезло, повезло. Вот это вот не вина Грейфокса, на самом деле. Это просто повезло. С такой дистанции оба Шермана взяли и попали, пробили. Перестрелка на дистанции. Тут еще, наверное... А, нет, ну, просто перестрелка. Зачем кидать кубы, непонятно. Ну, Гонзо увидел пушечку и пошел ее сносить Шермаком. А вот этот вот, наверное, хочет объехать. Но, честно говоря, странно и опасно. Непонятно, зачем едут сюда эти Шермаки. Тут всего лишь Ноэва. Да, можно взять БТР и сюда привезти. Вот эти два БТРа плюс два Ноэва и вот эти Шермаки. И устроить сюда атаку. Но невероятно опасно, честно говоря. Была потеряна еще одна Вольверинка. Да, это Вольверинка ведь? Ну, ладно. Буду называть Вольверинка пока. Неважно. Была потеряна в перестрелках. Не знаю, откуда. И кто виноват? Пулемет зачем был взят тоже? Ой, миномет непонятно. То есть, он как бы со старта вроде ехал. Что он здесь делает? Не знаю. Атаки в итоге... Атаку, которая могла бы дать победу Грей Фоксу, он не сотворил. Вместо этого потерял позиции. И сейчас растопыренными пальцами бьет во все стороны. То есть, он просто растопырил свой кулак во все стороны. Да, и этими растопыренными пальцами пытается по всей карте ударять. На самом деле, плотную оборону Гонзо всеми силами пытается помочь Грей Фоксу победить. Если вы видите, да, он не выстраивает плотную, плотную, плотную оборону. Он еще и вперед идет. То есть, облегчая возможности по нанесению ударов Грей Фоксу. Если бы здесь вот... Ну, кстати, да, два его львуринки стали очень удачно. В лесочке, да, встретили Шурмаков. Отсюда стреляют и здесь... Ну, нет, ну, для Гонзо все очень уверенно. Прямо невероятно уверенно. Он спокойненько все делает. Приехал, укрепился. Пушечку подтаскивает. Здесь два танка есть. Что еще надо? Бессилие, на самом деле. Вот этот вызванный спидфайр. Просто бессилие. Никаких причин его вызывать не было. Потерянный Бафорс здесь об этом говорит, да. Переход в воздух для Грей Фокса не сулит ничего хорошего. Повезло. Не ушел бомбер и упал. Так, упал. Все. Эпик фейл. Дальше можно не смотреть. Игра просто сыграна отвратительно. Грей Фокс остался. Ну, что я могу сказать. 20 к 800. Ну, вы все видели. Я ничего здесь не могу больше прокомментировать. Грей Фокс нанес удар. Не нанес удар. Потерялся, да. Как-то по карте. Размасался. Принимал довольно странное решение. Все пошло у него не так. Непонятно справа, почему он не обронял позицию, которую мог обронять и не дать возможности Гонзу ее так легко захватить. Потому что там было три отряда пехоты плюс командир. Шерман. Все это можно было останавливать. В общем, у меня нет комментариев больше. Всем спасибо. Всем пока.